Представители знака Зодиака Овен, Овны, мои дорогие, здравствуйте! Второй прогноз, гороскоп, январь 2024 года. Давайте узнаем, каковы подсказки карт. Будем, конечно, реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из нас. Но я так надеюсь, что какие-то подсказки вы для себя увидите или мы проведем с вами приятное время. Сегодня январь 2024 года и второе число – это у нас выход из ретроградности Меркурия, который был 13 декабря. И если вам пришлось скорректировать свои планы по разным причинам, здесь как зеленый свет, вы как раз можете приступить к реализации или, может быть, какая-то поездка у вас откладывалась. А здесь как раз у вас получится это осуществить. Ну и 21 числа – главное событие. Плутон входит в знака Содиака, Водолей. Эпоха Водолей, мои дорогие, начинается. И если я говорила 23-й год на протяжении многих видео в 23-м году, что это год адаптации, то вот здесь игра по новым правилам. И новое качество жизни в каких-то новых, может быть, условиях. И это затронет каждого из нас. Плутон – планета медленная, поэтому эти изменения, они не произойдут очень быстро. И Плутон войдет в знак Содиака, Водолей. Это произойдет 21 января, он останется до сентября. В сентябре он сделает реверанс еще раз в Козерог, и окончательно в Водолей он окажется уже в ноябре. Поэтому вот каждого из нас в той или иной степени затронет вот это планетарное событие. Ну ладно, давайте мы узнаем, каков же январь, как видят карты. И первый будет вопрос, чему вы будете уделять больше внимания в январе, мои дорогие овны? Какая сфера жизни для вас проиграется наиболее ощутимо, активно, чем вы будете заниматься? Что важно вам знать, может быть, на этом пути? Давайте узнаем, каковы будут сюрпризы января со знаком «плюс». Каковы неожиданности, то, чего мы не можем избежать? Достанем карту, что скрыто. Что может помешать или чему? Не время, как будто в январе. Что будет помогать, что будет радовать, давайте узнаем. И по основным сферам жизни, дела, работы, бизнес. Достанем три карты. Денежную энергию посмотрим. И что в личной жизни. Итак, какая же сфера вашей жизни наиболее активно проиграется старший аркан? Но здесь прямо вот все, что хотите, может быть, мои дорогие овны. И в этой карте, я называю эту карту, ну, по крайней мере, у меня такие ассоциации слова Эйнштейна. Только дурак нуждается в порядке, гений господствует над хаосом. Потому что шут в золоченом таро совсем другой шут. Он действительно, как гений, он жонглирует целым зодиаком. Если это нулевой аркан, первый аркан – это у нас маг. От гения до мага. Один шаг. Это, безусловно, сама по себе какая-то инновация, ваша новая идея, новое решение. Или то решение, обстановка старая, ваше решение, допустим, новое. Как-то вот вы что-либо переиграли вдважды с учетом Меркурия, который уже не ретроградный. Или какое-то предложение. Или для кого-то из вас все равно само по себе настроение, когда хочется старта, мои дорогие. Вот правда, все-таки нулевой аркан – это всегда импульс, когда хочется сделать, поступить как-то по-своему. Но карта говорит – не рискуй собой. Это в абсолютно всех колодах идет это значение. И вторично надейся сам на себя. Вот, наверное, когда мы на себя надеемся, тогда мы меньше рискуем. Как будто должно быть что-то просчитано. Давайте мы узнаем, что же вам важно знать, особенно с учетом нулевого аркана. Очень. Вот все то, что я сейчас сказала. По рыцарю Пентакли он едет медленно. Почему он едет медленно? Это один из самых надежных рыцарей. Потому что он подмечает какие-то нюансы. Для него не существует мелочей как таковых. Потому что то, что сегодня, ну, нам кажется пустяком, завтра может перерасти во что-то более глобальное, увесистое или важное для нас. По этой карте чаще, конечно, работы проходят или вопросы способов заработка, ваша какая-то трудовая деятельность или ваши планы, может быть, творчество. Все что угодно. Но это то, что вы будете делать. Потому что он деятельный еще вдобавок рыцарь. И это своего рода марафонский забег. Вот, наверное, как по Плутону. Лет на 20. То есть что-то вы захотите сделать с прицелом на будущее. Причем будущее не в размере или не в разрезе 24-го даже года. А вам захочется стабильности и надежности, которая именно прогнозируемая больше. С учетом, может быть, мы говорим, нулевого аркана. Вы можете оказаться в обстановке, которая тоже такая турбулентная, непонятная. Как будто что-то меняется. Или вы можете просто эту энергетику Плутона. С учетом выхода Меркурия из ретроградности. Прочувствовать вот эти перемены, которые словно в воздухе витают. Нет, может быть, пока какой-то конкретики. Но это, знаете, как подсказки шестого чувства. Точно, что-то будет меняться. И поэтому захочется желание, ну, как-то структурировать, чтобы не упустить, может быть, его величество случаев. Вот такое по нулевому аркану тоже может быть. И перевести даже этот случай в какую-то материальную конкретику. Потому что по рыцарю Пентакли, если мы говорим, что важно знать, все то, что имеет смысл на какой-то продолжительный период. Давайте мы посмотрим. Сюрпризы. Вот именно сюрпризы мы рассматриваем со знаком плюс. И это карта самодостаточности. Правда, по поводу работы, заработков. Могут быть как новые предложения. Или это ваш собственный инсайт. Вот я решил или решила. Теперь я буду делать так. Или буду пробовать себя. Может быть, аккуратно. А вот, кстати, по рыцарю Пентакли пробовать. Менять, может быть, свой график работы, если вы в организации. Если это вам под силом. Или попробую, по крайней мере. Вот к чему-то есть посыл по нулевому аркану. Нам именно такого хочется качества жизни, которое нам интересно, а не навязано. И где-то в эту сторону вы будете двигаться. Но если сюрпризы, у кого-то это может быть как подарки, деньги. И получение, может быть, денег. У нас по Рыцару Меркурию могли задерживаться деньги где-то вторая половина декабря. Но здесь сама по себе карта, как я сказала, самореализации и материальной стабильности. Карта праздника. Когда мы удовлетворены тем, что мы делали где-то прежде. И когда мы хотим повторять где-то карту по Рыцарю Пентаклей, как раз распланировать свое будущее таким образом, чтобы оно было в нашем неспокойном мире, но максимально как раз надежным и стабильным. Но, безусловно, по девятке кубков это реализация как ваших проектов, как сюрприз. Признание ваших заслуг. Или, повторюсь, получение денег. Неожиданности, с которыми вы можете столкнуться. Еще раз деньги. Восьмерка Пентаклей. Правда, вопрос работы может у вас быть на кону как очень важный. Может быть, еще и выбирать у вас получится. Потому что две карты материального успеха, по сути, как восемь, так и девять кубков, хоть и кубки, но это просто кубки, потому что нас радость может переполнять от того, что что-то удачно получается. Или просто получение денег. Может быть, и крупная сумма у кого-то тоже так проиграется. Восьмерка Пентаклей. Это тоже одна из лучших карт Колодина Деньги на работу. Нам показан профессионал. И по этой карте предусматривается профессиональный рост. Правда, сделать карьеру или развить свой бизнес, свое творчество. Да все что угодно. Посмотрите. Самовыражение и самодостаточность. У вас две карты. И даже в неожиданностях, что предполагалось мною, ну, какую-то такую минусовую, возможно, даже ситуацию, а у вас выпадает что-то со знаком плюс. Поэтому, ну, как будто не расслабишься, мои дорогие, несмотря на праздники, несмотря на настроение, потому что, правда, какая-то новая реальность может быть у вас на повестке месяца. Или, может быть, уже те ваши приложенные усилия в предыдущем году. И вот этот вот успех, это ведь просто может говорить обо вашем успехе, который был прогнозирован, ну, может быть, задерживался словно. Давайте мы узнаем, что же скрыто. И еще раз нам про деньги. Ну, не совсем про деньги. Это карта прогресса, опять же, да, если мы говорим про рыцаря Пентакли, и что для вас будет вообще все актуально, то, что надежно и на какой-то продолжительный период времени. По тройке Пентакли мы открыты миру. Раз. Мы сдаем экзамен два. Вот это значение экзамена у кого-то буквально, экзаменационный, может быть, период, когда вы получаете сертификаты, дипломы, какие-то свидетельства и становитесь более, ну, востребованным на рынке труда, предположим, да, или каким-то образом, может быть, учили язык, но теперь вы тоже к своей профессии можете или то, чем вы занимаетесь, как будто это приложить, потому что Пентакли все-таки у нас. Вот те знания, которые мы приобретаем, мы потом извлечем из этого пользу. В конечном итоге эквивалент финансов все равно получается. Есть еще и жизненный экзамен. Вот такое тоже может быть, когда вы что-то оставите одно и переключитесь на другое. Это в позиции скрыто. Вы можете не афишировать никому, а обдумывать какой-то свой проект или дальнейшее обучение, или развитие собственного дела. Кто-то из вас, нулевой аркан, впервые задумается, что, например, я долго искал работу в одной организации, во второй, в третьей, то меня не устраивает, то я кого-то не устраиваю, а я, допустим, вы умеете машины ремонтировать, автомобили. Или вы умеете хорошо стричь людей. Ну, есть какое-то ремесло. В каком-то вопросе вы эксперты. И вот именно вот это ваше ремесло может вам послужить побудительным мотивом. Я теперь буду работать сам на себя. Не тратить время на поиски, а именно я попробую самореализоваться. У кого-то это будет старт. Но, по крайней мере, мыслями вы уже можете что-то просчитывать. Более, ну, если раньше и посещали вас такие мысли, но это так, мысль пришла и ушла. А вот здесь вы более конкретно отнесетесь к своим желаниям. Такое может быть. Что может помешать? Сомнение, неуверенность, сравнение самого себя с какой-то, или в какой-то прежней ситуации, когда было фиаско. Или когда вы какую-то неудачу потерпели. Или с кем-то не смогли договориться. Вот не оглядывайтесь назад. Вот нулевой аркан. Тут нет смысла как будто тормошить старое или проводить какие-то аналогии, параллели. Не имеет значения. Нам может помешать, с другой стороны, если мы попытаемся кому-то что-то доказывать. По тройке мечей все, что могло, состоялось. И уже мы принимаем со здоровым равнодушием какую-то ситуацию со знаком минус из прошлого. И не пытаемся еще раз как будто реанимировать эту самую, как и ошибку, или кому-то что-то доказать. Повторить ошибку точно нельзя, потому что у вас нулевой аркан, мы сказали, надеемся сами на себя. Просчитаться тоже нельзя. Поэтому проанализируйте. Может быть, вы столкнетесь с таким или кто-то из вас с предложением, которое будет напоминать что-то мне как будто в моей жизни подобное было. Поэтому слушайте свою интуицию и анализируйте конкретику. Но все то, что нам как будто напоминает прежнюю ситуацию, или то, что прежде не сработало, не получилось, как будто нет смысла заново еще раз пробовать. Что будет помогать? Что будет радовать? Смена статуса. Правда. Вот надо, видимо, какие-то разочарования оставить в прошлом и не думать там, может быть, не держать обиду, кстати, по этой карте. Это да. Я говорила, здоровая равнодушие. Обида нас разрушает. Она нам мешает увидеть какие-то варианты возможностей. Потому что мы все сидим и где-то перевариваем, что же там когда было. А это значение не имеет у вас на кону. Если мы говорим, что радует? Смена статуса. И правда, для кого-то из вас проиграется личная жизнь, может быть, да, вопросы личной жизни. Для кого-то, если мы говорим, императрица у нас плодовита. И буквально, девочки мои дорогие, у кого-то, может быть, я жду ребенка. Для мужчин это тоже ваша сильная позиция. Но к чему карта призывает, если что, помогает? Дипломатия, мои дорогие. Потому что это карта власти, но власти доброй. Поэтому, может быть, импульс какой-то свой придется придержать. И тогда вам это помогает. У вас больше получится решить вопросов, договориться или сделать, может быть, так вот красиво, элегантно, но в свою пользу. И в то же время не создавая какой-то конфликт или какие-то доказательства. У вас может еще и правда проигрываться, как ваш статус по работе, по профессии меняется. Или для кого-то из вас может быть и предложение руки и сердца. Правда. Почему нет? Старший аркан может быть. Все что угодно. С учетом, тем более, нулевого аркана. Дела, работа, бизнес. Десятка кубков. Ну, правда, тут и праздники, тут и радости, и подарки, и приятные эмоции. И сам по себе позитивный месяц, правда, который как вдохновением наполнен, так и новыми возможностями. Что может быть лучше? Что-то вы, может быть, и успеете реализовать. Да, или, я бы сказала, больше все-таки это мы тут намечаем, как стратегию, тактику. Фарватер какой-то себе можем ментально прорисовывать. И по десятке кубков все-таки это дела, работа, бизнес. Как будто ваша семья, например, вас будет поддерживать. Или ваши близкие, может быть. Все же десятка кубков – это карта такого всеобъемлющего благополучия. И, значит, многие вопросы вы все равно сможете решить. Но энергии более добрые, более лояльные, как будто. Дипломатия, да. Финансы. Нам показали, что финансы будут. И на последующие семерка Пентакли. Ведь это карта дерева, на ней и на дереве растут Пентакли. Как будто деньги в рост. Для кого-то из вас могут быть как пассивный доход. Правда, вы задумаетесь. Или будет, правда, вот тот самый проект, который я озвучивала по тройке Пентакли, о котором вы можете никому не говорить. Или просчитывать словно. Может быть, решите, пойду на курсы. Или добавлю себе каких-то знаний. Потому что хочется прибавки к жалованию. Хочется увеличения дохода. Или свой статус как будто изменить. Может быть, обучиться новой специальности, профессии. В конечном итоге, чтобы увеличилось ваше финансовое положение. Ваше финансовое благополучие. Новое качество жизни. Что-то наперед, мои дорогие овны. Вы точно тут себе будете. Причем в спокойных энергиях будете продумывать. Или, может быть, это будет не одно какое-то предложение. Или ваше решение, когда есть еще и выбор. Значит, что лучше? Где солнце ярче? Где трава зеленее? Овен будет решать. Личная жизнь. Ну вот по королю кубков это две сферы. Финансы и личная жизнь. Для тех, кто в паре. Или даже если у вас сложные какие-то были отношения. Ну, есть возможность как и примириться, договориться и быть единым целым. У кого не было ничего подобного. Ну, так тогда вообще тут полное единение с учетом десятки кубков души. И как вашей, так и вашего партнера. Какие-то общие интересы вас, возможно, будут вдвойне связывать. И как будто захочется в одном направлении двигаться. Вы двое, но вы как заодно. Поэтому перспективно для тех, кто в паре. Ну, как даже я сказала, если отношения так были, ну, не очень. Для тех, кто один или одна с учетом карты императрица. И тем более, что нам будет помогать. Нулевого аркана. Кто знает. Я не могу сказать, что вы один или одна. Но, может быть, для кого-то это действительно так проигрывается. И, может быть, это ваше кредо. Но для тех, кто действительно один или одна. Тут в январе месяце можно принять окончательное, как минимум, решение. Я не хочу быть один или одна. Вот такое может проиграться. Сказать, что это само по себе новое знакомство. Ну, кто знает. С учетом вот этих трех карт. Может быть, для кого-то и так. Но, однозначно, повторюсь, я об этом сказать не могу. Тут больше какая-то самореализация идет. Или решение вопросов, может быть, с вашими родственниками. Еще какие-то с близкими есть у вас взаимодействия будут. Такое тоже может проиграться. Или финансы. Король кубков его и отличает. Что он умеет ловко переключаться между каким-то рационализмом, который необходим. Чтобы решить конкретные деловые вопросы. Или то, что касается профессиональной деятельности. А там, где нужно, он как раз позволяет себе эмоции. И вот где-то в этих энергиях как будто и то, и другое будет для вас важно. Перекладывайте на себя, мои дорогие овны. И будьте счастливы и любимы всегда.